Ну и как? Алло, Игнат Ильич. Вот, вижу. Вот такой вопрос еще. Вы мне доверяете? Кому? Вам? Да. Абсолютно. Вот даже порошинки нет, чтобы я вам не доверял. Как будто это вы и я, один и тот же человек. Вот, у меня то же самое. Дайте мне тогда доступ к Ютубу к вашему, и я сам установлю там видео. Я сам все сделаю. И когда у вас будут трудности, я сам буду устанавливать там видео. А как это сделать на Ютуб-то? Ну, ваш пароль дайте мне. Ютуба? Да, Логин и пароль. У меня пароля нету, я в Ютуб-то только ставлю. Для меня они зарядили и все, я не могу в него сам. Там Гаврин. Нет, как же. Он у того, о кого мы сказали не произносить его имя, они ставят. У меня нету. А пароль, который я организовал его, он находится в другой области, человек. Нет, ну, гугл, и как вы заходите, допустим, это у вас же есть пароль доступа. У меня закладки есть. Она закладку выходит, допустим, на Mail.ru у меня есть, и на форум. Все, больше у меня ничего нету. Закладки. Я в закладку ткну, и она открывается, и пароль. Я тогда пароль вставляю, и все. То есть теперь мне надо обратиться к тому, кто знает, да? Конечно. Вы обратитесь к тому, о ком мы говорили. У вас оно есть, выход этот? Да, есть. Это значит, я у него тогда спрошу. Да. Вот вы, вы его предупредите, что вы даете добро, а то он скажет, что он мне, это, я так не могу без него ведомо. Хорошо. Я постараюсь сегодня ему дать. У него... Вот, и я это видел, я его сам туда закинул, в этот, в YouTube, понимаете? Так что вы не трудитесь, я сам с ним делаю. Это когда? А насчет чего? Вот это, которое сейчас дали? Да, я его сам поставлю в YouTube. Пожалуйста. На ваш, на ваш это самое. Ну, а там у него спрестакон, да, там, когда увидите, какой плейлист, плейлист это, скайп называется, беседа по скайпу. Я знаю, я знаю, у меня тоже есть канал такой, и куда бы его поставить там? Беседа по скайпу. Все, я понял, да. Там есть такое деревня, отдельно батюшка, там плейлисты разные. Благодаря себе. Да, я изучил там ваш, этот самый YouTube, и я знаю все. Ну, уже 3380, там этих, роликов. Что интересно, этот, Степаненко, там, взял мой, который, разговор-то, и к себе-то выставил, там, с благодарностью, все, что я на собрании-то говорил. У меня ни на шаг не увеличилось, ни на одного человека. Хотя, внизу он указал, какой YouTube. Он не указал, только, главное указывать надо на сайт и на форум. Больше. YouTube меня не интересует. На YouTube и так выйдут. форум сегодня и сайт. Вот мне куда нужно, чтобы люди знали, даже не заходили, меня это меньше интересует, чтобы они знали, что есть такое сокровище. Секунду, я не понял, кто установил, дал ссылку и не расслышал я. Степаненко Максим. А, понял. Я ему напишу, у меня в ВКонтакте, есть к нему доступ. Я скажу, чтобы он изменил ссылку на форум. На форум ссылка. Там или на сайт. Они рядом вместе идут. Я сейчас прям соскину вам и все. Прям тут. Я знаю. Да. Да, они все стоят рядом, YouTube. Вот что нужно-то. А на него там уже нападки и прочее, там какая-то бабенка выше раскольники, а другой говорит, а на основании чего вы называете лапкино-раскольником-то? Я не пойму никак-то. И все, затихли и сразу больше ничего. Это умышленные клеветники. Но это не они. Это Златоуз говорит, ты должен смотреть за него. Что за ним там стоит и рожу корчит эфиоп черный. Вот они, допустим, почему они не гоняются за баптистами? Потому что баптисты говорят, это пропащая, мирская, обмерщенная блудница на звере багряном, а никакая-то не церковь. И поэтому они друг другу враждебны, а так, чтобы видеть все недостатки, бороться с ними и говорить, что это благодатная церковь, и как ее поднять, никто больше это так не делает. Никто. На этом поприще, вот именно в этой области, как я, чтобы по святым отцам на основании Библии все до одного канона, ну то есть без этого-то нельзя. Я просто не знаю никого, я бы все равно нашел такого. Если есть, то где-то чуть-чуть отчасти. Поэтому они меня люто и ненавидят. Не они, это не они, это тот, кто ими движет. Объяснений какого нет. Ну представь, 444, ты по пальцам начни считать, да когда-то ехать надо, зайти в город, все улицы обходить, заходить в дом, это вообразить нельзя, какую работу мы проделали-то. 30 тысяч евангелий за два года с половиной только раздали. Тысяч? Бесплатно. И каждого, вот 444 села, города, и всюду везде людей приглашают в храмы московской патриархии. Даже любой понимает, что они сумасшедшие. Такой благорестий если не было, то оно у апостолов было. Большего никто никогда не делал. Ну они правильно это говорят. Лично я могу сказать, что при начале перестройки больше моего, вообще, даже это невозможно представить. Если у меня, вообще, два с половиной часа я шло на сон, и в день у меня бывало там 8-9 встреч, и какие? Это полные залы, кинотеатры, военные, милиция, там прокуратура, заводы, фабрики, техникуме, тюрьмы. То есть нет места, где я бы не проповедовал. И везде это было нужно. А патриархийные священные, ученики за мной гонялись и видели там материалы. Кто же такой Лапкин-то? Вы уже выставили его. Ну да. А там за меня писатели, в Москве там, правозащитники, все вступились и начали с ними говорить. Но Господь дал мне такой крест. Это моя, кажется, планета. Я ее принимаю с благодарностью. А которая злобится, скажите, если ты узнаешь, что на тебя имеет кто-то, брат, имеет не ты, а и на тебя, и тогда положи жертву. От вас ни одной молитвы Бог не принимает. Они этого даже не понимают совершенно. Считай, притча Соломона, 28 глава, 9 стих. Кто отклоняет ухо свое от слышания слова, того молитва мерзость. Закона слова. Закона Божия. Молитва мерзость. А они даже слышать Библию в руки не хотят брать. Они даже не понимают этого, что молитва должна быть в русстве священного писания. Ибо мы не знаем, о чем молиться, Павел говорит, ибо Дух Святой ходатайствует за нас. Дух Святой. Он не может Дух Святой полагать на сердце, иди, убей его там или что-то. Ты молись о врагах. Они как огня боятся. Вот они к нам приходят, допустим, мы пошли, не они только это, с адвентистами договорились, у них руководитель, договорились так, что они к нам приходят, ну мы собираемся в трапез, у нас в храме посторонним нельзя говорить, мирянам. И они будут говорить, договорились там, допустим, часовая проповедь. Тему они сами избирают любую, но время одинаковое. А на следующее воскресенье, в субботу, прихожу я, договорились, что не больше 12 тысяч человек приводят, потому что места у нас тут маленькое, мало. А у вас сколько хотят там у вас, много. Согласны, согласны, подходит время, дня за два-три отбой. Притом абсолютно везде одинаково. Отказались от беседы. И баптисты точно так же ведут себя. И православные все одинаково. Я знаю, что тогда учитель один, они разные, а поступают одинаково. Это не может быть. Им не сговорились, друг друга они не знают. Притом в любом городе. Вот я и говорю, от кого они. Я к ним руки простираю. Я приношу слово Божие, а они убивают меня. И вышел тогда так один ярмонах, говорит, а что с ними разговаривать-то? Поехать и сжечь их там и все. Вот и все. Ему говорят, да порфирит, что ты говоришь там некоторые, которые нас знают. А что с ними разговаривать? На ты хоть видел, разговаривал. Не видел, не разговаривать и не хочу оскверняться с ними. Ну все. А когда разбирается, говорит, он папа, мама давно. Так что это мой крест. Я его целую. Но если есть выход, то пожалуйста, но не в интернете, по скайпу можно. А писать я, у меня времени это я сбиваюсь их. Я так много лет печатал на Украине, а там клавиатура другого размера. Это я пальцами хватаю две кнопки. Мне нельзя отвыкнуть. Я тысячи страниц книги переписывал, перепечатывал. А здесь я не могу. Я печатаю пять минут, а шесть-семь минут выправляю только. Я вот так размышляю. Я говорю, вот он 51 год уж, я столько не живу еще, вот он 50 год, 51 год находится вот в Наталье в таком, я вот думаю, сколько людей через него прошло, и каких только людей. И он, он не меняется, он один и тот же. У него никакого там не разочарования, никакого восхищения. Он идет, как этот, в одной паре. таких не бывает людей. Я таких не встречал вообще людей за 42 года. Вот я смотрю, вот я как обратился в тот день, 51 год, как будто я сегодня только обратился. Мне Бог положил на сердце, первая молитва была попросить у Бога веры. Я ее сразу получил, веру в Священное Писание. Второе, через кого я обратился, Михаила Анна. Господи, до того мне нравилось, что кто бы ни приехал, все у них останавливались. Вот мне бы такую ты дал жизнь. Скажи, как под копирку получилось. Вот так. А у них нет ничего, потому они могут только поза глаза, где-то там, а это не от Бога. Я им иду с раскрытыми объятиями, несу Слово Божие. Вот есть такой Дионисий Александрийский был, и он об этом пишет. Ну, это было у Иеронима Стридонского. Меня спрашивают. Они меня допрашивают. Я отвечаю. Говорят, они не верят. Они не верят. Я знаю, кто мои друзья там в древности. И говорит, состояние народа было такое, что народ православный, говорит, православных считал еретиками, а еретиков признавал за православных. Это в житиях святых написано. Истину за неправду, а неправду за истину. Где это? У кого? Я не помню. Вот материалов, которые вы уже выставили на свой форум-то. Этих материалов им достаточно будет для того, чтобы они уже с колен не вставали. Вы там, если вы только краем смотрели, но вы поняли, мой путь не похож на их путь. И там, что вы выставили, это не мои слова. Это стресс истории. Это местная, российская пресса, зарубежная. Все. И у всех одинаково это видят. Один на меня вышел, а вот вы понимаете, вы такой гордый, вы себя называете Златоустом везде. Я говорю, ты одно место покажи, где я себя называл Златоустом. Одно. Он сразу ушел, и все. Больше нету. Это не я называл. Это режиссер. Как? А режиссер-то живет в другой области, в другом городе. Откуда я знаю, что он там делает в Москве? И вдруг выходит фильм на экране Златоуст из Потеряевки. Потеряевка-то Силова-Сан, Златоуст, мое просьбище. А почему? А вы руководитель... Какой я руководитель-то? Я печник. У меня вообще ничего нету. У меня никакого нет образования гуманитарного, ни семинарского. Я ежедневно учусь у ног Христа, как та Мария, которая сидела и слушала, и избрала благую часть. Штука-то вот в чем заключается. И как я могу менять это? Я со Христом? Я могу даже сказать, теперь в моей молитве этот Максим, он постоянно здесь. Что интересно, вот сегодня вот опять же Господь благословил, как? Опять 12 раз за день я был на молитве. Пусть они зайдут, вот так со мной, один день поживут. Через каждые полтора часа на молитву. Это три святой и сто поклонов. Сбегал голубям, подольше побыл, я прям там начинаю молиться, прям на голубятне. У меня везде щетки висят, прям на голубятне. Это моя жизнь. Чего вы завидуете ей? Так не живут сейчас ни в одном монастыре, ни такой строгости уставов так нет. Я вот на Володю там смотрю, я думаю, бедный, как же он там с ним живает, как же он он и исполняет. Ведь все, говорится, как это самое, у святого, у святых были. Я-то не считаю этого. Не святой ничего. Это сделалось образом моей жизни. Образ. Я без этого не могу. Это житие. Житие есть такое. Я не помню. У меня память. Древле вообще после операции. Это один святой идет до Украины, доходят из Воронежа, идут и обращаются к своему послушнику. Он говорит, а где кружка-то наша? А он говорит, да ну в Воронеже, говорит, осталось там на пенечке. Он говорит, да ну давай в Воронеж. А уже сами на Украине через тысячу верст. И тут, мол, сейчас за кружкой побежал. Воронеж. Так если делать, так всю жизнь проворонишь. Нет, говорит, пошел не оглядывайся. Вспоминайте жену Лотову. И у меня одно стихотворение, я еще тогда там, когда обратился, а отец у нас очень такой был строгий, вот, по-своему, это маленько верующий-то. Я написал, как в басне, надо в наш беде случиться, служить греху смертельно я устал. В мечтах меня ты видел коммунистом, а я нашел воскресшего Христа. У меня брат был, на меня ополчился старше, на пять лет. Я говорю, а ты-то что злишься-то? Как что, на тебя такие надежды были, что ты будешь большим начальником, и мы нас всех вытянешь. Здорово живешь. Как я тебя вытяну, когда ты пьешь? Вот он, я не начальник, а ну ты-то сам-то в Москве живешь, что ты-то не начальник, а так электриком и помер. Вот это, тут прямо смешно слышать тогда. Это мой путь, я его добровольно взял, мне он по плечу нравится. Да, Христос Велик, как он говорит, немощных, избрал я, чтобы силу свою показать в немощи. Вот она, силой является. Какая, какая сила. И ведь не дано, не каждому дано понять ее, осознать. был такой самый популярный священник в прежние годы, может слышали, Дмитрий Дудко. Конечно. Его все знают. Ну и вот я получил, кто-то дал мне книжку о нашем уповании, я ехал дорогой из Риги, в Москву, ты читал, и сразу мне на сердце, с ним надо встретиться. А он был в Гребнево. Ну я туда поехал, и мы встретились. Вот интересно, он меня не знает, я его не знаю, но я-то и к нему еду, а он вообще не знает, что я существую-то. Вот только я вошел к нему, как будто бы мы друг друга ждали. И в этот вечер мы ушли в парк, зима была, тихая ночь, вековые липы стоят, и мы долго гуляли с ним, говорили. Мы оба поняли, что мы разные-разные. Но нас сблизил Господь. Вот у меня это все описано, у Якова Кротова там, там много описано, как мы сидели за столом первый раз, и как он мне предоставил слово сказать. Я, как помню, сейчас начал говорить о любви Божией. И когда наступила тишина, он показал вот так рукой, Игнатий, что ты наделал? Я людей собирал тут десятки лет, а ты прошел, как ледокол, пополам разрезал. Все. А мне под столом люди, давай записки, как встречи. То есть если бы я хотел, был в Москве, я в первый вечер увел бы у него больше половины людей. Но у меня-то даже в мыслях этого не было-то. И они сразу, когда встаешь, когда что, как? Ну, как правило, я касаюсь одной темы, любовь и водительство Духом Божьим. Ну и вот он дальше-то мне уже не дает говорить-то. А что-то спросит. Я начну, говорит, он меня, стой, я так тихо, я сейчас объясню, что Игнатий хотел сказать. У меня нерожденная еще мысль, а он ее пытается объяснить. Тогда люди говорят, ну, отец Дмитрий, ну, дайте ему доскончить предложение-то. И вот так меня заузнуто и дергали. Люди просят встречи, разобрать вопросы. Так вы же все время с батюшкой-то. Понимаете, это другой уровень. И он, главное, видит, что они такие сонные. И тут же сказал, ну, подождите, если вы не будете меняться, я позову Игнатия и натравлю его на вас. Натравлю. Как будто бульдог какой-то этот Белинский. Мне-то просто смешно. Смеяться-то нельзя, но я смешливый. Это Барон Минхаловин говорил, у него есть такое высказывание, говорит, смеяться будет полезно, но тому, кто смеется, полезно, а кто смешит, тому не полезно. Вот, смех полезен для смеющегося. Да. Нам нужно учиться плакать, учиться болеть, говорить о смерти и учиться умирать. Вы правильно сказали. А люди этого боятся. Я должен каждый день прощаться с жизнью. И мы молим ангела-хранителя и Господи, ангел, не покинь меня в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным. И веди меня навеки в вечное царство Христа, Бога нашего. Это ежедневная наша молитва к ангелу-хранителю. Душа, но бывает, да, тяжело происходит из тела, но бывает так, что человек и не замечает, что умер. То есть это происходит в секунду, в одну. То есть ты сейчас вот он и ты уже в другом состоянии. И все. И люди даже не понимают, что умерли. Я что же самое над собой чувствовал. Смерть она такая, чтобы ее бояться не стоит. Там нечего бояться. Боятся в принципе вот этих вот мук предсмертных, болей вот этих человек боится. Я вам скажу еще. Когда они говорят что-то, вы имеете право спросить, скажите, конкретно покажите, какой вред Лапкин принес за 50 лет. Это не за 2 года. Кто может так сказать, чтобы его жизнь исследовали 50 лет. Я увел. Кого я увел? А кого привел? Господь через меня. Ну тебе что рассказывать, когда ты очевидец этому? Вот и все. ко мне зашел Константин этот. Я хочу его пригласить, но он вряд ли пойдет. Он такой строптивый человек вроде бы. Я ему хочу предложить, я скажу, Костя, ну давай с тобой побеседуем чисто по-человечески скайп. И он мне задает вопрос такой. Я ему постараюсь на вас дать. Он вряд ли пойдет. Он скажет, я даже не буду с ним разговаривать. Вот это христиане. Вот это дух. Так а что там от христианства то есть? Это явное дело, что не ту сторону тянет. Я постараюсь сейчас. Но я с ним как можно по-братски поговорю. Как можно вежливее и на добром уровне. Ну не без всякого зла. Я скажу, давай сейчас даже зайдем к Геннад Тихоновичу. И ты задашь ему вопрос по книгам. Его очень интересует, почему не благословляет церковь-то книги ваши. Его этот вопрос очень интересует. То есть если они настолько ценные, почему они еще не продаются в лавках церковных-то? Да. Я не знаю, может Господь так повернет, может быть примите его, поговорите с ним. Ну пожалуйста, я рад хоть сейчас. Ну я постараюсь с ним сейчас побеседовать прямо в уголе сейчас. Только знаешь, чтобы не получилось так, один беседует и говорит вопрос задан, а я ответить не мог. И что решил? А решил матом обложу и уйду. Матом обложу так разве это доказательство? Не, ну там матом не ругается он он еще не встречался со мной. Ну я не знаю, вроде бы человек так адекватный посмотрим. Мы на суде были и против меня был первый секретарь района железнодорожного района Бобров. И вот он вышел, а я сижу на скамейке. Он вот так размахнулся как бы дал тебя так размазал. А вот придем мы к власти коммунистов вашей потеряевке конец будет и показывает как белье выжимают. Я говорю этого делать нельзя. А сидим прямо напротив двери в суд. Первый секретарь КПРФ представь себе. Но главное это что? Он враг. Ну судья его спрашивает так скажите вы Лапкина давно знаете? Он забыл для чего он пришел вот Господь когда-то я ничего не делал только молюсь он совершенно забыл зачем он здесь он тогда встал Ваша честь я его не знал но был Конгресс интеллигенции Алтайского края приглашены были люди со всех регионов был лауреат Тоберской премии Жаря Салферов ну и видно какие люди выступают и вдруг дают слово вот этому человеку говорят Лапкин выходит человек в каком-то пизжачке в валенках с галошами а я и думаю а зачем он здесь среди этих очкастых академики сидят там зал 700 человек Ваша честь но вот он заговорил я только и прошептал Златоуст он забыл слова-то говорит а судья глаза раскрыл хлопает смотрит на него это он говорит это прозвище не мое это вы мне дали его и фильмы ставят статьи пишут в газетах и везде называют я что могу сделать бегать за всеми говори называют меня террористом я же не не стираю эти слова но Златоуст проще всех и люди которые со мной их прозвали секта Златоустовцев почему Златоуста сильно почитают обвинение какое Златоуста почитают это вообще надо думать священник потихоньку открывает там шторку на царских вратах это не положено Златоустовцы опять здесь стоят придется проповедь говорить сегодня а они опять настучат архиерею понимаешь это все в книге написано для слова Божи нету вот они вообще смешно даже но обо мне также указывают когда местный благощинный попал под обстрел стали говорить что он там седьмой заповедь нарушает я это услышал но я-то веду занятия в десятках десятках школ в академгородке там где только нет даже трудно назвать место дом культуры дом моды вот где не идешь везде как в москве и в третьяковке и собор Василия Блаженного на территории Кремля но если бы я сам это делал но если мне Господь дал эту миссию как я должен сказать мне это не надо и они-то священники это видят и они следом за мною лезут а я когда узнал что этот священник то попал я сам сделал это расследование и в каждом выступлении стал доказывать он невиновен да как вы так говорите он же везде против вас отвечает он за свои слова я за свои у него матушка Ариадна прекрасная да у него дочь там дочь а где вы ее знаете дочь да вот старшая там да какая старшая она одна уже неправду услышали она отличница но она комсомолка комсомолка у меня документ есть что она комсомолка на сто процентов книгу помещенная ну а теперь она матушка за отца Олимпия вышла да как так вы врага и в течение одного месяца я развеял все слухи о нем но когда он это узнал как он благодарил он бы никогда не справился с этой лавиной он он никогда не думал что он так не популярен а когда я регулярно вел три радиопрограммы и выходил перед народом а после оставался на телефоне ну и говорил о крещении и вот один раз крестный ход был а он из крестного хода прям представь себе благочинный это центральная фигура и он вдруг из ряда вышел а я в стороне и сразу подошел ко мне Игнатий да так каких повар вы будете мучить нашу мать церковь мать церковь я говорю и как же вы же по радио говорите что мы неправильно крестим ну неправильно крестите правильно да таким дрожащим слезливым голосом ой-ой-ой люди к нам звонят приходят выходит вы неправильно крестили моя мама умерла некрещеная я говорю вы считаете правильно вы он белорус вы оттуда принесли нам католическое это небрежение я против католиков ничего не имею но согласиться с ними что крестить надо брызгать кисточкой я не могу согласиться я православный и у нас в тремнике написано троекратное полное погружение во имя Отца и Сына и Святого Духа что я сказал не так вы конкретно покажите возненавидели меня напрасно написано я чту отца моего а вы бесчестите меня Христос сказал эти слова Господь не запретил мне сказать нет такое что запретил я вот сам к себе я раньше часто вот до того как попасть для меня там сбрехать было порой пустяков там что-то ляпнуть вот ну а сейчас вот на любую вот любая неправда она так мучает она вот так вот ее невозможно я вот даже хочу вот даже ради вот какого-то добра хочу вот немного так слукавить а не могу вот позволить себе вот лугавство вот глядя на вас ну как же оно же такое оно это лугавство оно в любом случае такое колючее и будешь потом переживать за это тяжело и как же мы будем молчать-то о нашей церкви вот о наших вот этих всех неустройках в церкви и исполченности душ наших как же вот об этом молчать-то невозможно а не молчать вот пожалуйста вам живой живой как говорится вот микрофон а не микрофон а этот рупор вещает вам тут живой такой ну слушайте вы прослушайте его вам не надо его не любите его не принимайте его там вы просто послушайте вы к себе вот отнесите это так а может быть правда что-то мне исправить в себе вот глядя на него ну тут же как оно как руководство так пользую ведь покупаешь холодильник да к нему есть инструкция как пользоваться вот возьми Латкина хорошая инструкция для личной жизни ну так я думаю можно ну не принимай его он тебе не нравится не надо не принимай его что можно сказать худо конечно когда люди забывают о смерти смертный час Господь спросит с тебя за тебя в первую очередь они люди просто это забывают а почему потому что церковь открыта и он бьется к батюшке и вот это считается у них патриотизм и это все поповская отрыжка это от них научение идет вот мы где были там Украина Грузия Германия где мы были где есть твои знакомые священники в России вот и там когда приезжаешь уже народ собранный уже в полноте только выступать уже аппаратура настроена все снимают то есть священники это не все такие а бывает так что собрались чтобы поразить меня собрались несколько священников беседа закончилась все друзья друзья они не могут уйти они обнимают я уже на улице он еще ну можно еще раз вас поцелую так это враг ты же враг был одна встреча и сатана поэтому блокирует людей не допускает до встречи он разрешил все вопросы что его смущало где казалось все абсолютно встало на свое место я говорю где не уверен ты не поддакивает да как не верен я уверен просто что вы говорите то вот и все ты посмотрю я тебе не навелю ничего но не говорить я не могу потому что люди погибают по вашей небрежности мне все претензии имели они приходят там с органов вот что-то вы когда и говорите в университете это все время вы говорите против учителей священник записку подает почему вы всегда против священников я говорю да как вот смотрите разные люди и говорят ну действительно я сказал если будет суд ну не Нюрбинский а какой-то там московский за развал России за гибель ее то на первой скобе подсудимых будут сидеть священники и учителя потому что они имели доступ к народу и не работали учителей там этот дряблый план какой попало учат там что попало дарвинизм а священники боялись архиерея и другого уполномоченного вы не учили народ но и народ пошел куда вот и все какие слова то сказал я говорю слова сожаления сочувствия к погибшим не хочу Лапкин говорит видеть недостатки но на этом он не останавливается обо мне писали я находил истинных врагов а дальше ну он делал именно то чтобы поднять и выправить все до одного корреспондента это говорили вот сельское хозяйство вот оно совершенно в упадавшем состоянии вы конкретно скажите вы знаете сколько сел погибло на данный момент 21 тысяча сел это сел это основа содержащая государство скажите где с нуля которое начали чтобы там была церковь чтобы там были все верующие ни один не пил ни один не курил ни один не матерился вы конкретно назовите на 21 тысяча ни одного нету чтобы все собирались изучали слово Божие на богослужении все 100% были ну нет такого вот я знаю что развалится сельское хозяйство и конкретно теперь вы видите беспризорные беспризорные больше трех миллионов согласны а что вы сделали я могу сказать почему на меня показывают 41 год я начальник лагеря конкретная работа скажешь что ты я показываю веру в мою из них вы же меня злираете я должен вам показать что я не такой что ты блокируешь на меня с вашей стороны на меня клеветать можно а с моей стороны правду себе сказать нельзя а как я перед вами оправдаюсь я не оправдаюсь ну смысл-то тот 41 год ни рубля государство не дало а только гнобилы нас ни одного заболевшего ни одного утонувшего из года в год приезжают ну покажите еще где это есть за свой счет обслуга я мы нигде ни рубля не получаем вот конкретный вопрос а вот они учащиеся там не знаете чего я преподаю в разных университетах десятки лет совершенно бесплатно вот и все вот тюрьма я в тюрьме работаю только вот в это 17 лет заношу завожу иногда тоннами туда что достаю это работа начнете сами это работать при чем тут я вот мои результаты вот он да еврея ограбили у меня вот еврея обратился он православный священник пусть через каждого священника не мирянина обратится один еврей и станет православным священником да не просто а таким который везде в пример ставится патриархам вот и все это моя вера и сделан я обязан это говорить потому что на меня клевещите а молчат а значит правду сказали я не из всех на вас если нападают как в печати я отвечаю серией ударов не одним ударом это я в суде буду заниматься если они не понимают этого а выиграли процесс пока ни одного не было у них все процессы я выиграл до одного за то что назвали сектой за то что назвали тоталитарной сектой за каждое слово им надо было отвечать и ничего нет заплатили деньги опровержение по радио по телевидению в газете еще я не так сделал это право дано мне по гражданскому церковному суду вы скажи напарываетесь вот ты говоришь что то но если конкретно вот вы уже слышали уже все два человека вы один уже достаточно чтобы я подал на него в суд все и он оттуда не выйдет пока последний контракт не заплатишь вы скажи убойте суда божие я то никуда не подаю это когда было нападали на детские лагеря организации нападали московский комсомолец там секты разные мне пришлось их громить тогда потому что лагерь закрывают нет ну а книги вот тоже сейчас книги это дело серьезное это такие труды 38 книг причем это же не просто барашуки а это огромные тома такие вот я считаю посудиться это закон не стоит потому что это большие большую плотну принесло сколько времени это вот уже с 8 тома до конца их 38 версткой занимался я сам верстку делать это верстка кроме того все стихи и вопросы и ответы это половина книги каждой книги я сам набирал все это это каково тем не менее люди сами задают же вопросы почему почему вы пропагандируете книги Латкина а почему церковь не дает добро на издательство книг вот и не принимает к себе Латкина книги вот почему это же вопрос конкретный вопрос уже нужно отнести также к церкви а почему вы не знаете если вы не находите никакого подлога в трудах Латкина почему вы не желаете людям дать почитать его книги это же тоже можно так Андрей Кураев правильно сказал если бы Латкин не обличал церковь отношение было бы священников другое вот и все он прямо это выступил печать и сказал отношение было бы совсем другое а другой священник сказал поймите Латкина не будет пройдет 10-20 лет подрихтует что надо в книгах и будут канонизировать они так рахнули другие все риктуются в любом случае и возьмем и жития они все же подрихтованы там просто акцензора не пропускает чистым текстом это понятное дело я люблю моего господа и только поэтому так поступаю и иначе мне не победа на господом я сегодня заново уже наверное я не знаю может быть 10-й раз просмотрел фильм Иеремия я смотрел 3-4 раза чудо божье когда он слышит голос божий как первый раз говорит это вообще надо видеть для меня это дорого и девочки господь является ему да и в виде старца в разных видах я люблю моего господа и поступаю что я делаю во имя моего христа для того чтобы мы жили по другому представь такое вот путешествие мы едем столько тратимся ночуем где-то в лесополосах скажите зачем ему это надо зачем вопрос они никогда его не ответят зачем славу какую я ее не принимаю нигде нет этого кроме вот не было врагов сейчас Кемеровская епархия там они где-то говорят Лапкин там в Юрге были замечены его приверженцы по улицам продают книги там навеливают афишку которую нашу берут и написано приглашаем в библиотеку для которой мы подарили 38 книг подарили и продают говорят продают а табличку дают где написано подарили но ясное дело что они манкурты я же говорил тебе как они выманывают книги а в Тимиран то то они экстремистки то как а теперь тогда они нужны больше до семинарии для нашей выманули но они видимо дали указания в разных местах ну а в осенниках в библиотеке оказались люди которые к нам расположены священник пришел а у вас книги Лапкина есть они говорят а вот они на полке стоят а вы не могли бы дать ну берите считайте нет а для церкви а для церкви нет а вы знаете что их епархия там не одобряет ну и нас это не касается это мирская библиотека государственная все я ничего ничего и поп сразу ретировался больше не пришел это в Тимиртау нет это в Осенниках Осенниках да а Миша это в Тимиртау да ага он поправил это в Осенниках они взяли а в Тимиртау значит там не отдали ну тут они в одной то есть они идут на подлог на что угодно чтобы мои книги взять и фотографируют они у них взяли взяли а туда люди идут они им не дают обвинение-то какое-то есть никакого нету это на другом уровне совсем ни разу не брать в руки и так люто ненавидеть но это нельзя так они Гитлера так не ненавидят как меня ни Мауза Дуна ни Ленина странное дело а есть вот еще я вот думаю подобные есть примеры вот сейчас если поискать да вот чтобы вот подобный вам пример еще есть такой нету примера что нет ничего подобного даже нет я скажу нету не было и не будет почему это Бог так сделал когда узнали что Андрея Критского я на три ступени поднял канон так и взахались а когда прослушали так а почему же тысячу триста лет никто этого не делал а почему я знаю Господь ждал когда я должен родиться почему никто комментарий не давал боженов и пилах то у меня 297 комментариев к месту все дано к месту так это уже 900 лет 900 лет Господь ждал меня и теперь это теперь это в обиход пошло это что новое абсолютно новое другой подход подход любви вот у нас живут представь профессор психологии приезжают люди живут наблюдают в лагере записывают в чем секрет лагеря в течение одного месяца ребенок меняется так что даже вообразить нельзя было как это может быть и наконец выводят главный движитель лагеря тире с большой буквы любовь а в то же время пишут а у Лапкина есть физические наказания а когда проверили первый раз даже приезжает прокуратура милиции КГБ ФСБ приезжает вообще ужас какой ну и все исследовали допросили так у вас этого ничего и нет а зачем вы пишете зачем пишу что оно должно быть без наказания воспитания но его нет уже все уже пятый раз приезжаем а она нигде ничего никто не показывает его нигде нету врач обследует детей дети никто ничего нету да уберите это чтобы вас не трогали я говорю я не могу убрать оно должно быть в уставе вот и все да как вы умышленно делаете да я делаю это умышленно устав составлен я не имею права его изменить должно быть две трети двух общин собрать и тогда только можем поменять а когда на меня нападали глава района говорит знаете вот это перед корреспондентами на видик снимают это фильм составит Лапкин как-то так хитро лагерь зарегистрировал что его никак органы взять не могут какие нормы относятся там к пожарным к санэпидемстанции они к нему не относятся почему а я поставил слово лагерь дефис стан а слово стан это перемещающийся а к туристическим лагерям нет никаких норм я где остановился там и есть а так как он мог так сделать я говорю я этого не знал я механически это сделал бог показал мне и они на этом маленьком из четырех букв в слове запутались все так он у вас сейчас стоит постоянно сейчас постоянно регистрация та же самая осталась теперь электричество столбы подведены но лагерь стан так и называется понимаешь где они не сунутся везде благодать и мудрость божия им никогда не переиграть бога я то не при чем при чем тут я у меня дочка у меня дочка тоже приходит и тоже видимо ну я ничего я ей не наставляю я говорю ну она приходит а вот там вот смотри вот там вот он это сказал а там вот он это сказал понимаете то есть она ей 22 года все девчонка молодая а уже прям она прям так вот прониклась душой интересно ей и прям вот я смотрю и она вот вот такой прям строгость у нее начинается такая вот и муж наставляет вот она вот прямо по господу я прям поражаюсь я так все такой счастливый это у нас в лагере дети то встают я говорю найдите такой один лагерь один только их же много один в котором подъем в 5 утра а зачем так рано зачем я начальник я устав составил он зарегистрирован в краевом отделе юстиции тогда же батюшка мой родной брат и говорит ну хоть маленько это попозже я говорю солнце будет попозже значит значит вставать и мы тогда в пол шестого смотрим за солнышком идет ребенок должен увидеть восход солнца как это пробежаться по России искупаться все это до завтрака и проходит недели две спрашиваем ребятишек вы хотите по другому нет они уже вжились что вы за них страдаете ребенку это плохо или нет я спрашиваю а во сколько ты дома вставал да когда как то в 11 то в час в час дня встает а тут в 5 когда принимаем я все это говорю понимаете как у меня опыт это 41 год я начальник детского лагеря притом я его создал как Жириновский говорит я создал ЛДПР на эту на ЛДПР Борисовну говорит Пугачеву а вы кто вы под каждого правителя подкладываетесь пилечка я создал этот лагерь мой устав и он направлен к тому что было поцеломудреннее мальчики с девочками не имеют права друг другу пальцами даже пальцем прикоснуться напротив где жилье девочек там не имеет права мальчик даже проходить по одному в келье не заходить там написано в правилах так сказано что искус воровства все это удаляется там нельзя этого сделать все обдумано и вот судят судят непрерывно я на это отвечаю ваша биография очень тусклая и бледная вы даже сами не хотите в нее смотреть а моя такая яркая интересная что вокруг меня роитесь все время со всех сторон что бы за мной бегали то есть я не нужен вам рояться я же удаляю их вот я удалил вот троих удалил в черный список да ну в черный список вообще они сегодня сегодня вдвоем вот двое из троих они находят какие-то оконечные пути и залазят меня опять за Лапкина они меня трясут там вот Лапкин Лапкин они меня трясут я говорю ну я вас удалил уже в черный список что вам нужно от меня понимаете ну это феномен вообще какой-то ну я вам дал там материалы кандидат медицинских наук она живет в Академгородке врач ну они занимаются здоровым образом жизни и как раз у них был пробег до Барнаула ну когда в Барнауле говорят они были там купались там проруби вечер спать и вдруг приходит одна там местная и говорит так пойдем все мы сегодня идем в интересное место а куда Игнатию Тихоневичу Лапкину и она не знала но говорит когда я уходил это она все написала и в моей книге все это я была говорит полностью уже покорена здесь и мое сердце было отдано вот и все даже не я это делает это Бог делает это это нельзя этого сделать один раз приехали два часа у меня побыли баптисты и все он остается уже православный батюшка почему Олег Синяев об этом говорит о продуктивности это невозможно человеку это Бог делает я что должен сказать есть такое можете хвалиться а тут прямое повеление повелитель на клоне хвалящийся хвались Господом вы найдите где я бы моим Богом не хвалился я писать стихи не знаю я не знаю у меня нет таланта но 3467 стихотворений по 9 куплетов то вообразить даже нельзя и все стихи черновики целые ни одной помарки в черновиках нет он существует это абсолютно невозможно а ты посмотри на них они с тройным подтекстом называется экстраполяция во времени как это так не знаю не знаю это Бог делает еще вы завидуете некоторые не знают что много-немного это Пушкин Лермонтов Некрасов и Блок вместе взятые немножко меньше получится это за 9 лет только написано понимаешь это Бог делает а как вы находите тему меня поэты спрашивают а я не ищу я стою на молитве она у меня сразу появляется я только одну строчку запишу и молюсь дальше варяю молитву помолился беру бумагу 36 строчек одна за одной да это можно понять только творческий человек душотворческий а так тяжело это понять конечно как это все приходит откуда и как оно уходит это это действительно это Божие такое посещение оно не объяснимо ведь я вот опять хочу сказать ведь вот эту вот истину которую вы несете да она ее уже чувствует чувствует каждое существо каждое сознание Божие каждый кузнечик стремится к истине и людям сейчас не хватает истины они ищут ее везде но не могут найти а вот в вас она есть истина они даже вас склоняют по всем как говорится но все равно они липнут липнут потому что чувствуют что-то такое что-то такое прям вот чему не хватает необъяснимые вещи дело-то в том что когда приезжают и привозят людей специально они где-то похвалятся были в Греции греки знают похвалились в Израиль и оттуда привезут сюда посмотреть вообще вообразить нельзя а уезжают как будто мы день и ночь с ним сидели здесь целый месяц тут кого только не было даже сказать нельзя из Бразилии были из Америки много ли у вас учеников начинают уже практически смотреть а я никогда не считал и не знаю я вообще не знаю этого я должен быть верен Господу у меня одна задача он меня посылает я иду я свидетельствую а обратиться не обратиться мне в задачу это не поставлено мне дана оценка Богом сеющий поливающий ничто нуль нуль все а все Бог возвращающий если они обращаются люди из этого сделайте вывод что это Бог сделал и отсюда вы увидите что со мной Бог это нельзя человеческими силами сделать да исполнение исполнение заповедей Божьей заповедей Божьей как Господь сказал заповеди мои не тяжкие вот вот же пример какой ну даже сверх заповедей исполнять я считаю это конечно не каждому под силу вот такое исполнить там 3 часа в сутки спать там питаться подножным кормом вам конечно тяжело но это любому тяжело такой подвиг понести даже исполнить заповеди вот даже вот исполнить заповеди и каждый может жить хоть Господь и говорит заповеди мои не тяжкие почему человек не дается вот не даются они эти заповеди он хочет их приобрести хочет их исполнить А не получается Вот даже собрать Даже во лжи не может человеку припиться Чтобы не лгать Мы же так сейчас устроим Что по-любому человек лукавит Или все равно как-то склоняется Ко лжи У меня было такое Там человек нападает Или как-то, а я приглашаю в лагерь Ну не каждый А кто-то приезжает Уже через день он делается тихим И спокойным У него ничего нету Кроме того, что он подглядывает И ворщит, он никакой А бывает человек, который ревностный Прямо ревностный Вот у меня такой Не так давно обратился человек Обратился, это тоже интересно Раньше я эти большие катушки Наговаривал Там беседы-то И ему эта катушка, они ее переписывали А та даже так с одного Оригинала записывали, что-то похуже А с того, если переписывать Еще хуже Это не Цифровом Исполнении Ну и они прислушивались там Что там разберут, не разберут Но вот стали появляться книги мои И одна книга попала к ним А там они не могли определить Кто этот говорящий Где он живет Что Бог на сердце уже положил И вот попадает ему книга И он видит лапки И мысли-то те же самые И телефон там Он мне по телефону звонит Скажите, а вот на пленках Это ваш голос? Я говорю, а что там? Ну там включай ты Ну да, это моя пленка А можно я к вам приехать? Я говорю, а зачем? У вас есть книжка? Считайте У меня сразу так это Как говорится Уша там холодной воды Обычно-то к себе Я говорю, не надо Вы считаете? А там видно будет Но он послушался Не стал нахальничать Проходит еще там месяца два-три Он снова звонит А можно я вот приеду летом У вас будет крещение узнал? Ну теперь бери с тобой паспорт Все данные Две простыни и наволочку захватывай Потому что мы все можем дать А это нам негде стирать Он приезжает Теперь принял крещение сам В этом году привез маму свою И мама приняла крещение И поехал с нами на благовестие Ну благовестие по стране было Благодарности его Нет числа Отношение благоговейное Я если занимаюсь Или сильно что-то там размышляю Он не подходит Ну вот я освободился Маленько пошел с собакой Прогулять там же с собакой Он сразу подошел Склонится Как я благодарен Как многому я научился Вы столько здесь Ой-ой-ой Каждый раз Понимаете? Мне тоже приятно Это благодатная почва И вот у него все в руках И он теперь составляет ролики Из того, что где бывает И выставляет их Михаил Кальмаев Кемеровская область Город Тимиртау Я общаюсь с ним Так каждый день практически О, ничего себе Я сделал загадку тебе Очень хороший человек Это сделал Бог А вы хвалитесь Так есть чем хвалиться Когда на небе Говорит радость об одном Кающемся Ты что меня к бесам Причисляешь-то? Я с ангелами радуюсь О делах Господних Написано у Тарито Надо бы на возвещать А дела царевых хранить То есть ты работаешь Где-то в органах Какой-то прибыток Прящут Ты не болтай языком А о делах Божьих Надо бы на возвещать Ну Под эти дела-то я попал Я не могу Никак себя исключить Что вы так ревнуете-то Об этом? Вы хотите опровергнуть? Это очень просто Начинайте то же самое делать И делать лучше Самое лучшее Того, что надо делать Образовать детский лагерь И чтоб был Ну 41 год Вряд ли вы потянете-то И чтоб так же было интересно И так же дети были здоровы И чтоб не матерились Ничего этого не было Что в других лагерях И каждый день была молитва Несколько раз Суббота, воскресенье В храм Делайте это И у вас дело получится Вам некогда будет ворщать За мной бегать Мы работаем в тюрьме Туда стал ходить священник православный Он никакой Но у него стоит главная задача Нас оттуда вышибить Он больше еще не знает А для этого ему нужна власть Теперь они зарегистрировались По силовым структурам И оттуда Все, нас оттуда изгнали Представь себе Я 17 лет в тюрьме Работаю Ждут Веду занятия С контингентом преступников И с администрацией А администрация Худо-бедно Там человек 50 От всего меня отогнали А он будет делать? Нет, он не будет Он ни одного занятия не вел Это дети врага душ человеческих Они противятся Дополняют свою меру Я преподаю в летном училище Оттуда меня вышибли Сами не пошли Меня снова пригласили Неделю через две Это же самое в университете Это же самое в лагере Куда бы я ни пошел Легион демонов Никакие мироточивые иконы Мощи им не помогают И я знаю, что Бога там нету Где злоба Вот везде Где бы ни были А тут приехал я на священник Очень близко нам знакомый Я говорю Ты куда пошел? Ну да Схожу в собор Я говорю Ты там зайди В книжном магазине Лавка хорошая Спросите А книги там мои есть или нет? Ну он зашел Посмотрел Я говорю Не вижу Это книги Лапкина у вас Лапкина? Так нельзя Его книги брать А вы не знаете Где он? Я не скажу Через дом Перейдите Там люди знают Нам запретили О нем говорить Вот и все Понимаешь А расположение Я иду мимо Они каждый потихоньку Оглянется Никого нет Потихоньку сбоку Руку-руку пожмет И скорее дальше Они из людей Такого делают Они уродуют души Их судить надо Сегодня Они преступников Ростят А потом выходит Бабушки Падает Ко мне на Там 17 ступеней Высокая паперть Центральное крыльцо Рыдает За колени хватает Я говорю Что с тобой? Да я узнала Кто вы? А меня настоятель говорил Я говорил А вы сектанты Баптисты там А вы оказались Вот три дома бабушек И вы их обслужите Сколько лет И я говорю Зачем тебе-то надо знать-то? Да я узнала Да только делов Ты меня поносила Но мне не отразилось Ну где оно? Ни на воротнике Нигде нету Понимаешь? Это безумие И злоба Я считаю Это сталинско-беревская Отрыжка Сирианского Образования Они не принесли В этом покаяние Они нигде Покаяние не приносят И как КПСС Обречены на проклятие Они уйдут В небытие Будет новая Гвардия людей Вот такие будут Подниматься Немножко трогать С места Другие будут продолжать Без этого невозможно Где нет покаяния Есть гниение Стагнация У нас Рост же Постоянно должен быть Как духовный рост Так и церковный рост Должен быть Каждый день Что-то должно быть Новое Что-то Церковь должна Расширяться А нового Ничего нет Они же топчутся На одном месте И каждый день Одно и то же И ничего нового Не происходит Совсем Духовного роста Нет никакого Люди сами Православные Говорят Да я Приходил 30 лет В церковь Как кем я пришел Такую идею Сейчас Во мне Ничего не изменилось У вас там Которые материалы Вы же их выставили Там в одном месте Будет называться Заголовок На земле Алтайской Это Игумен Сахаров Приехал Кирилл И он Здесь живет Все время Записывает на магнитофон Или рукой Записывает И пишет Пишет там Обо мне А он там Едет за границу У него Патриархи служат Он метров 200 От храма Христа Спасителя Прямо рядом В моей жизни Говорит Он прямо называет Пребывание В Потеряевке Знакомство со мной Является Выдающимся Явлением И прямо Говорит Что Вот Игнатий Нельзя занести Разделы Никаким Определением Никаким Стандартам Человек не поддается То есть Я совершенно Никому не подражаю Я просто молюсь И мне открывается И он это Все увидел Увидел И все написал И все в интернете Стоит Ну не мои Это слова Он это увидел А я этого не вижу Я просто живу Вот мы идем По полю Поет жаворных Я сразу становлюсь На молитву Господи Какое создание Прекрасное Он все это замечает Как я разговариваю С глухонемыми Как направляю их Как они Брошенные бомжи Делаются людьми Он все это узнает Все пишет Ну вы работайте Я вот с вами разговариваю Они-то умеют разговаривать Ну пусть они составляют Такие разговоры По скайпу Интересное Почему они вас не нашли Чтобы эти разговоры С вами получились То есть вы такой Вы им не нужны С вашими талантами Что вы пишете иконы Для меня это нуль Для меня вообще Это никакой роли не играет Для меня играет роль Вы Вы живой Откликающийся Ухватывающий Самую суть разговора И как я недавно говорил Таинственная Я даже не думал Что он поймет это И вы сразу сделали Вывод именно на это Они-то вас не оценили И не поняли И поэтому они на вас нападают Больше никак нельзя понять А мы друг друга поняли Мы в объятия друг другу кинулись Это сродственность душ Во Христе Иисусе Они проглядели вас Проглядели тот момент Когда мы начали сближаться Люди не хотят Чтобы за больное За болячки трогали Вот А я не могу Я если Начинаю с человеком Общение То я Или его За живое Тоже Подтягиваю Сознать Но мне нравится Человеку Нужно что Ему нужно Как бы Похвалы принимать Любит человек Вот Или допустим Там поговорить О мирском там Прибавлении Каком-то Вот А такие вещи Конечно Человек не любит Когда Правду Затрагиваешь А я не могу Я Если разговариваю То мне нужно Насущное что-то Обсудить А вот это Вот эти Холодильники Там эти Всякие Стиральные машинки Я не понимаю Я думаю Вот ко мне один ходит Допустим Я его знаю Много лет Я говорю Ну чего Я ему даже На раз Прихожу Я не напрямую Ему задаю Вопрос А так Я ему Ну ты в храм Ходил Что ты там Новенького Что ты Может Для себя Вынес И молчит Человек Ну а что ты Ходишь Что там Если мы С тобой Поговорить Не можем Ну я Ну и с тобой О церкви Я с тобой Готов День и ночь Говорить О вере О господи А так Почему пустые Разговоры Разговаривать Мы о господи говорим Что я сделал Почему они умирали Эти апостолы О том что он говорил Об этом Я рассказываю Что сделал Господь Что так Волнует Людей Ну вы Рассказывай Я хочу Ну теперь ты Расскажи Я говорю Ну я тебе Рассказал Как мы Были на Благовестии А я нигде не был Ну а что Что это Ты злобишься Мне интересно Я отсюда Успел Сейчас написать Похвальную грамоту В Германию В полицию Где нас задерживали Как с нами обошлись Как нас наградили Продуктами В Дагестане Как провожали нас Я пишу Сейчас Благодарственные письма А у меня Благодарственных Письм Сколько Если Господь Благословит Нынешно Мы проедем Не менее 25 государств Если По мелочи Пойдет Нам интересно Это Мы готовимся И молимся И молимся Молимся Что Бог Дал нам Где-то ставку В Тульской области Или Калуга Или Смоленск И По-маленьку Работается Я не знаю Ну люди Может быть Нельзя тоже Людей Ругать И создать Как-то Люди Просто не знают Бога Не знают С какой стороны Подступиться К Нему Не знают Как Его Человек Ты говоришь Что я знаю Бога И что я С Богом Живу А по сути То он И не знает Его Совсем Бог проявляется В делах Это молитва С утра До вечера Ты с Богом Главный Определитель Это молитва Работа И сон Жертвенность Милостыня Пост Вот что Все я сказал Это главный Определитель Я когда С человеком Встречаюсь Немножко поговорили Я спрашиваю А во сколько Ты встаешь Он отвечает Да по разному Для меня Это уже Очень важно А почему Ты не в одно Время Ну когда Как Я не понимаю Этого У меня Я называю Интимная Встреча с Господом Как это Я же не больной Я должен Я чувствую Внутреннюю потребность Господь ждет Меня Бог установил Такой порядок Общения Только в молитве Вот и все Я уже не такой Ты что у меня тут Закрыл А Ах ты Вот он какой Смотри Красавец Ну Вот играть надо Пятый месяц только А какой большой Это он С моей головой Это рядом Сравни Пушистик то какой А хвост то какой Как у лисы Иди играй Ну ладно Давай прощаться Ну да 21 Это 9 15 Хорошо мы побыли Если у вас будут Эти люди И другие Вы знаете Что я от беседы Не отказываюсь Ни от одного Но нужно Чтобы эти люди Имели Возможность Слушать И говорить И чтобы мы При расставании Не стали к друг другу Хуже относиться Прямо Чем при начале Да предлагаю Я предлагаю Многим Но Люди Они видимо Боятся Или боятся Что вы их Обличите Ну хорошо Я с первого раза Вас обличил С первого раза Вы бриты Вы объяснили То другое Там где-то Я сказал Почему вы в платке Вы помните Первая встреча Это была Вы сразу Мне объяснили Вы же не встали В позу Все Я этого не знал Прости брат Я не знал Что ты больной Лежишь А там тем более На снимке Не лежит А стоит человек А перед этим У меня только Такой же был Похожий на вас Который в платке И там С чем-то связан Вот Где-то он там Ездил Там за рубеж И там Восточный Нахватался Мудрости Я и спросил Спросить не дают Ты ответил Боже И к этому Мы не возвращаемся Все Но я должен был сказать Как Максиму сказал Он сразу же Первый вопрос Галстук больше не ношу А я к вам Про галстук сказал Ну и все Вопросы Вообще нету Я бороде Вот Максим Изменится ко мне Допустим Сумеет натравить Батюшку Но они должны знать Я к ним И отношения Не изменю Ни в каком разе У меня еще в жизни Этого не было Я только усилию Эту молитву Вот Вы станете против Завтра знать еще не хочу И будете Свою энергию Против меня Меня это не касается Это твое Я тебя взял на руки Молитвы Я тебя нести буду До самого смертного Сейчас Своего Не твоего Из-за живого За умершего Буду молиться Вот в этом Наша разница У меня еще не было Ни разу Чтобы за глаза Меня с кем-то рассорили А вот пришли Сказали О нем Я никогда не расспрашиваю Там женат У меня вообще Вопросы Редко так Запредельно редко бывает Рядом с человеком Живу годами И ничего не знаю Ну он решится Тогда скажет Мне главное Любит ли он Господа Если он любит Любит священное писание Мы будем друзьями А то что я тебе нравился Ты меня хвалишь А на самом деле Ты не в слове Божьем Это на один день Ты легко пойдешь Впротив Если ты любишь Бога И Библию Ты мой друг Что до свидания Все с Богом Увидимся Храни Господь Выключайся Да мы заканчиваем Благополучно Сегодня мы Расплылись намного Дольше чем вчера Наверное даже 9.20 Бог усмотрит Тут у меня вопросы Сейчас будут идти Давай Ставь Господи Билосюб Как бы он сделал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok